Собираясь на встречу с представителями общественного совета микрорайона, жители точно знают, о чем пойдет речь. Вера Улина радеет за чистоту и благоустройство при домовой территории. Уже много лет женщина живет на улице Нефтяников. Рассказывает, из-за разбитого асфальта в дождливую погоду пройти по улице и остаться чистым практически невозможно. Дети идут в 74-ю школу, дети идут в нашу музыкальную школу. Рядом, прямо рядом опорный пункт, потом нотариальная контора и все идут по этой грязи, по проваленным колодцам. Пешеходной дорожки нет. Впрочем, по словам жителей микрорайона, работа общественного совета уже приносит свои положительные результаты. Главное не сидеть сложа руки, дожидаясь у моря погоды, рассказывать о проблемах по мере их поступления. По отношению к своему двору я уже на 50% довольна. Просто хотелось бы, чтобы наш район родной был более красивый, более удобный. Надеемся, что наша власть услышит нас. Близкая власть – основная цель реформы местного самоуправления, которое активно проходит в Самаре. Уже 13 сентября жители сформируют команду созидания на выборах в районные советы депутатов. Я помню, в 1987 году я был депутатом районного совета. И вспоминая сессия райсовета, мы решали проблемы жизни района. Это здорово, когда директора школ, когда руководители крупных предприятий, вместе взявшие за руку, шли навстречу людям, когда они своими решениями сессии заставляли исполнительную власть действовать и изменять жизнь района к лучшему, это было здорово. На встречах проекта на связи с губернатором люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и вместе с жителями найти пути его решения. Павел Баймаков, Константин Головин. События.